Эльген, женский лагерь на краю света. Осваивать Колыму начали в 30-е годы прошлого века. Основной задачей Дельстроя было получить как можно больше золота и других полезных ископаемых. Также планировалось использовать лагеря для дальнейшего заселения и использования ранее необжатых территорий СССР. Всего на Колыме было 50 населенных пунктов, и все – лагеря. Женский лагерь Эльген появился в 1934 году. Решали сразу две задачи – открывали сахоз, чтобы кормить постоянно пребывающих заключенных, и изолировали женщин от мужчин. Сыновья заключенных женщин пишут в своих воспоминаниях, что изолировать действительно надо было, потому что любовь пробивалась неистребимыми ростками даже на суровой северной земле. Возникали неординарные ситуации, вплоть до вспышек венерических заболеваний. У самих заключенных другие воспоминания. Писательница Ольга Адамова-Слесберг в книге «Путь» описывала и домогательство от начальства, и шантаж, когда за отношения или секс предлагали более легкие условия, и групповые изнасилования. Например, она писала о бригадире Сашке Соколове, который отбирал молодых женщин в отдельную веселую палатку и продавал их охране и заключенным. Одну из отказавшихся он обманул, сказал, что ее парень устроил ей сюрприз. Вместо него в доме ее поджидала толпа заключенных, которым ее продал Сашка. Она вернулась в лагерь через три дня, за прогулы ее наказало начальство, в итоге она ушла в веселую палатку. Слесберг как-то попыталась пожаловаться на бригадира, но бизнесом он занимался вместе с начальником охраны. Она в итоге радовалась, что дело хотя бы осталось без движения, а не обернулась для нее продлением срока или убийством. Групповые изнасилования были настолько распространены, что для них придумали и термин «а женщина на колыме». Ведь там она и вовсе редкость, там она и вовсе на расхват и на разрыв. Там не попадайся женщина на трассе, хоть конвоиру, хоть вольному, хоть заключенному. На колыме родилось выражение «трамвай для группового изнасилования». К.О. рассказывает, как шофер проиграл в карты их, целуя грузовую машину женщин, этапируемых в Эльген, и, свернул с дороги, завез на ночь расконвоированным, строй рабочим. При этом Эльген все равно был курортом для многих заключенных, потому что работа на агробазе означала работу в тепле. К тому же лагерь располагался практически на болоте, так что долгое время в нем не было ограждений и колючей проволоки, бежать-то некуда. Правда? Когда совхоз разросся вглубь неосвоенных территорий, женщинам пришлось приспосабливаться к новой проблеме – к медведям. В глуши ниже по течению Тоскана построили молочную ферму и птичник. Так к нему каждую ночь приходили медведи, их привлекал запах туш тюленей, которыми подкармливали птиц. Виктор Садилов рассказывает, что на ночь женщинам приходилось задрывать все входы и выходы, как в подводной лодке, и пережидать до утра. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!